Еще одна рабочая неделя подошла к концу. Время подводить итоги на Первом Матищинском. Главные события вам представят наши корреспонденты и я, Екатерина Шарыпова. Начнем с темы социальных объектов. Их возведения находятся на особом контроле. На улице Мира продолжается строительство самой долгожданной и обсуждаемой школы на 1100 мест. Ход работ на некоторое время был заморожен, но благодаря взаимодействию администрации округа, службы судебных приставов и прокуратуры минувшим летом процесс возобновился. Наша съемочная группа побывала на главных строительных площадках округа. Школа на улице Мира на особым счету. Из-за переноса сроков старт работ задержался и теперь темп повышенный. Еще летом было заявлено, что к декабрю в подвалы на первый этаж будет подведено тепло. Начнутся отделочные работы. И это уже видно. Продолжаются монолитные работы на третьих-четвертых этажах и сроки здесь достаточно сжатые. Доделать монолит третий и четвертый этаж, но у них не по всей площади застройки будет идти. И, естественно, внутренние кладочные работы, внутренние инженерные работы, отделка, остекление. Полный комплекс еще впереди. Сдача к первому сентября. При таких темпах не упускается главный аспект при строительстве социального объекта – качество. Именно сейчас закладываются его параметры в характеристику всего объекта. Еще одно строительство детского сада на улице Колпакова входит в завершающую стадию. И здесь главный вопрос – благоустройство и безопасность прилегающей территории. Ведь рядом проходит оживленная трасса. Что у нас будет представлять забор? Секции. Вопрос еще безопасности. У нас подформная стена больше двух метров. Вот вопрос-то о чем? Смотря какого размера через эту секцию пролезет. Акордные работы начались и в здании средней общеобразовательной школы в деревне Бородино. Здесь 500 учащихся займут свои места в новом учебном году. А школа на 1100 мест в первом Рупасовском переулке тоже на стадии интенсивных отделочных работ. Сейчас порядка 130 человек на объекте. Мы видим, что контур у них уже частями, секциями перекрыт. Сегодня, завтра и послезавтра у них пуск тепла на секции, где мы с вами прошли, посмотрели, подойдут уже полные отделочные, внутренние инженерные сети, вентиляция и все оборудование. Ни один объект не выбивается из графика. Поэтапное выполнение плановых заданий контролируется по мере их завершения. Самая обсуждаемая тема этой недели – рекордный снегопад. По оценке синоптиков, в Московской области выпала около 56% месячной нормы осадков. В мытищах на уборку вышли более 800 дворников и 122 единицы техники. Коммунальщики по сей день борются с последствиями непогоды в режиме нон-стоп. Насколько это у них получается, смотрите в нашем сюжете. Рекордное количество снега, выпавшее в мытищах, – это настоящий праздник для всей детворы. Во дворах появляются первые снеговики. А вот для коммунальных служб, несмотря на холод, наступает действительно жаркая пора. Для сотрудников леспархоза трудовой день начинается в 6 утра. Рабочие расчищают снег с тротуаров и автобусных остановок в усиленном режиме. За большой участок на улице Юбилейная отвечает мастер Елена Ложкова. С утра, с ночи здесь прошли КДМки, они отмели всю дорогу, все просыпали, а мы теперь подбираемся за ними. Теперь у нас ходит МТЗ, который посыпает тротуары. Есть у нас машина, которая вывозит снег грузовая. Катапеллер у нас его грузит. И наша машина в общей сложности 6-7 единиц техники у нас работает. Тонны снега вывозят на специальные полигоны, на которых выстраивается очередь из огромных грузовиков. В первой половине дня во вторник снегоуборочная техника работала по всему городу. Например, две единицы на Новомытищинском проспекте. Большая бригада боролась со снежными завалами на улице Щербакова. Всего на муниципальных дорогах задействовано более 90 машин и около 100 дворников. На дворовых территориях около 800 человек. Зима наступает, должен быть и снег. Мне очень нравится снег, он как-то успокаивает. Я живу в ЖК Новомедведково. Там вообще дворы узкие, ни проехать, ни пройти. А если считать, что снегопад идет, то вообще лучше не заезжать во двор. Техника работает, да, и здесь чистят. И дворники чистят, и техника, все нормально. Вот где мы живем, у нас убирают. Прекрасно у нас. Да, вот вышли, и там все чистенько, дорожки, все прошли. Ответ. Администрация города занимается дорогами. Спасибо. В центре убирают, а на окраинах мы тонем снегу. А где проблемы? Вот в Леонидовке я проживаю. Я из Москвы, у нас там гораздо хуже дела. Особенно у метро Олтуфьева. Олимпийский дом 4. Каждую зиму, вот в такой вот день, вот в такой вот день, значит, длина сугроба на переходе 2,5-3 метра, высотой 40 сантиметров. Как показал опрос жителей, одни горожане замечают работу коммунальных служб, другие обращают внимание на проблемные районы. Но все вместе отмечают, что бороться со снежными завалами, когда сугробы продолжают расти, задача непростая. Уборку снега обсуждали на выездной администрации. На этой неделе она была посвящена теме ЖКХ. На встречу с профильными специалистами пришли более 30 жителей для оперативного решения своих вопросов. Мой коллега Сергей Берзин расскажет, что волнует мытищенцев больше всего. В коридорах школы оживление, как перед экзаменом или контрольной работой. Но это не ученики, это жители соседних микрорайонов. И задачи здесь ставят именно они. А варианты решений ищут совместно со специалистами администрации. Как известно, по условиям задачи верный вариант может быть только один. И он не всегда очевиден, тем более по такой теме, как ЖКХ. Это вопросы водоснабжения, уборки снега, оплаты за отопление и многое другое. Всего 75 вопросов, и к каждому свой подход и свое решение. Это как мозговой штурм, идея и ее оценка специалистам. Рациональный подход в полном соответствии с законодательством. Касается ли это подключение газа или уборки мусора у торговых точек из территорий магазинов. Какую территорию они должны убирать? По требованиям законодательства закона благоустройства, не менее, вернее, 5 метров от входной группы. У них договор должен быть заключен с управляющей компанией, которая содержит данный квартирный жилой дом. Проверка содержания территорий торговых предприятий, плановая работа для территориальных управлений и управления потребительского рынка и услуг. Каждое обращение рассматривается профильными специалистами. С началом отопительного сезона каждый год возникает еще один вопрос. Вопрос по расчетам за отопление и горячую воду. Яна Буковская пришла на прием от имени соседей по дому на улице Симашка, 50, дробь 10. Конечно, хочется меньше платить за отопление. И на самом деле перерасчеты непонятны. Я считаю, что нам понятнее было бы каждый месяц одна сумма и та же, а не какие-то там перерасчеты. Многие считают, напротив, что сезонная методика расчетов более рациональна. А вот борьба со снежными заносами в начале каждого зимнего сезона не теряет актуальности. У нас дворник около подъезда почистил, а у нас еще есть и другие дороги, которые ведут на детскую площадку. Они остались непочищенными. Он все записал. Я думаю, что это в ближайший день и все исправится. Основная нагрузка за уборку во дворах лежит на управляющих компаниях. И не все из них справляются со снегопадами в последних дней. Со стороны администрации ведется ежедневный мониторинг. Сотрудниками администрации осуществляется ежедневный выезд и осмотр территории, которые закреплены за многоквартирными домами. С руководством управляющих организаций проводится ежедневное совещание в части некачественной уборки территории. Также у жителей есть возможность обращаться напрямую в зимний штаб, который на территории городского округа у нас в настоящий момент действует без выходных. Зима только начинается. И все службы ЖКХ в полной готовности. Настоящая экологическая диверсия на этой неделе произошла в деревне Челобитьево. Мы, тищенцы, обратились в профильное управление администрации по факту незаконного сброса строительных отходов. Наша съемочная группа оперативно выехала на место, где был обнаружен самосвал, осуществляющий сброс. Удалось ли пресечь спланированную акцию, расскажет мой коллега. Здесь, на окраине деревни Челобитьево, в пойменной зоне, недалеко от общественного колодца, застрял самосвал. Попался, что называется, с поличным. Водитель самосвала сбросил несколько тонн мусора и не рассчитал. Задние колеса увязли. В 16.05 они вчера заехали, всю ночь они здесь гудели. Сюда начали приезжать большие грузы машины и начали всыпать строительный мусор. Это бой кирпича. Сначала завезли какой-то типа цемента, а сейчас уже пошел у нас не кирпич, а то, что снимают с детских площадок, асфальт, резинка. На место мнимого ДТП прибыли сотрудники ГИБДД и полиции. Установили принадлежность транспортного средства, адрес организации, производящей отсыпку. Налицо состав, предусмотренный кодексом административных нарушений, который предусматривает строгую ответственность. Рост строительных отходов крайне недопустим. Это серьезное нарушение. У нас сейчас по городу уже растет сеть камер, которые фиксируют подобные права нарушения. Я хочу напомнить, что для юридических лиц штраф от 100 тысяч, а за повторное нарушение в течение года с консистикацией транспортного средства. Ну что ж, этот случай очень близок к столь радикальной санкции. Но главное, нарушитель должен не только убрать сваленный мусор, но и возместить экологический ущерб. В министерство направлено обращение о проведении экологической экспертизы состояния почвы в пойме реки Сукромки после отсыпки ее строительными отходами. Далее о социальной поддержке. В следующем году 9 семей из Мытищ станут участниками программы «Молодая семья» и смогут получить выплату на приобретение собственного жилья. Об этом шла речь на оперативном совещании, которое традиционно проходит в администрации в прямом эфире каждую неделю. Также на нем рассказали об исполнении бюджета городского округа за 9 месяцев текущего года. Обо всем по порядку смотрите далее. В Мытищах с начала текущего года три супружеские пары стали участниками программы «Молодая семья». Они получили от государства свидетельство на приобретение жилья. Программа реализуется в Подмосковье более 15 лет. Претендовать на субсидию могут жители, которые входят в определенную категорию граждан. Эта тема стала основной на еженедельном оперативном совещании. Возраст каждого из супругов или одного из родителей в неполной семье должен превышать 35 лет на момент утверждения Министерством жилищной политики списков претендентов на получение социальных выплат в планированном году. Заместитель главы администрации Алексей Асеев отметил, что государство выдаёт субсидию не менее 30% от стоимости жилья, а остальное заявитель должен выплатить сам. Всего же в рамках реализации программы в Мытищах денежные сертификаты получили 83 семьи. На будущий год администрация городского округа планирует обеспечить социальными выплатами ещё 9. Это индивидуально каждой семье должен быть подход. Очень много различных документов, справок. И наши специалисты с удовольствием помогут разобраться и подготовить необходимые документы. После этого участники совещания перешли ко второму вопросу – исполнение бюджета городского округа. С отчётом о реализации муниципальной казны выступила первый заместитель главы администрации Людмила Иванова. Бюджет города за 9 месяцев 2023 года исполнен с дефицитом в сумме 583,3 миллиона рублей. Ещё раз хочу отметить, что 25 декабря – это крайний день принятия платежей для санкционирования расходных обязательств. Финансовый год завершается у нас 29 декабря 2023 года. В завершении совещания была представлена информация об оперативной обстановке за прошедшую неделю. В системе 112 было принято и обработано более 8 тысяч вызовов. Произошло одно происшествие на воде. 26 ноября в 9.42 деревня Новосельцево в карьер провалился под лёд гражданин 75-го года рождения. Позже тело было извлечено из воды. Спасатели призывают соблюдать правила поведения на водоёмах в зимний период и не выходить на тонкий лёд. И ещё к новостям прошедшей недели. Мытищинские депутаты проверили благоустройство парка ветеранов. Оно проходит по государственной программе «Комфортная городская среда». Его завершение запланировано на лето следующего года. Но уже сейчас более чем на две трети готовы основания тропиночных сетей, а основные работы ушли под землю. Проектные решения накануне обсудили вместе с жителями округа. На место встречи к назначенному времени собрались все заинтересованные стороны, несмотря на застилающие глаза снег. А место здесь знаковое – парк ветеранов, мемориальный комплекс Нины Распоповой, в проекте «Аллея героев» и другие архитектурные элементы, связанные с историей. Это, пожалуй, самое необычное выездное заседание Совета депутатов здесь, на бульваре ветеранов. И, естественно, посвящено оно ходу строительных работ, которые растянутся до середины будущего лета. Многие не ожидали таких сроков, но даже вот этот фонтан требует большого пятиметрового котлована. Здесь предстоят еще большие инженерные работы. Понятно, что за один летний сезон 2023 года с этим было не справиться. Впрочем, это и не предусматривалось проектом реконструкции. Первое, чтобы вести нас в курс дела, напомню, что здесь контракт двухгодичный, двухгодичный контракт, да, что было сделано за этот период, что планируется в зимнее время. К этому моменту уже переложили плитку на 70% тропиночной сети, установили торшерное освещение. Казалось бы, остальные работы заморожены на зиму, но нет. Самое главное делается сегодня – основание будущих фонтанов. Это то, что сейчас монтируется. Мы видим, какое помещение. Оно огромное. Здесь техническое помещение для будущего фонтана. Почему такой большой котлован? Потому что у нас техническое помещение, которое было ранее, оно не соответствовало бы новым техническим условиям к строящему фонтану. Причем фонтан будет в 24 струи, и для каждой смонтирован свой насос. Это будет не только танцующий фонтан, но и зрелищный. И важно это сделать именно сейчас. Январь умеется, как нам обещают наши коллеги. Все это дело уже будет залито, зацементировано, забетонировано. Инженерные коммуникации самые сложные завершены. И здесь это уже все будет засыпано землей. Для того, чтобы в весенний период, когда таяние грунта, он немножко просел, довезли, утрамбовали. Важнейший участок, от которого зависят все работы в будущий летний период. Попутно решается вопрос и с оформлением парка, его прогулочной зоны. Заметяние к скамейкам от имени ветеранов. Вот здесь дом 24, корпус 2, вот он. И здесь вот скамейки прямо под окнами, говорят. Здесь будет установлено видеонаблюдение. Если такие звонки о нарушении тишины будут поступать, еще если поступят, мы тогда эти скамейки демонтируем. Настоящим украшением парка будут модели боевых самолетов времен войны. Они заказаны и уже прибыли на базу хранения. Конечно, еще будет немало замечаний и поправок. Но главное – выдержать график работ и провести их качественно. По проекту реконструкция должна быть закончена в июле будущего года. Продолжаем выпуск. Центральный сквер в микрорайоне Пироговский ждут значительные изменения. Планируются комплексные работы по благоустройству. На встрече специалистов администрации городского округа с жителями микрорайона обсуждались предложения и варианты модернизации. Рассмотрены и первые эскизные проекты. Сквер и аллея Боханова для жителей микрорайона имеют особый смысл. С одной стороны, здесь центральный мемориал павшим в Великой Отечественной войне. Десятки фамилий, не вернувшихся с полей боев пироговцев. С другой стороны, это исторический и культурный центр. В последние годы он стал особенно популярен. Планы реконструкции сквера привлекли к себе повышенное внимание жителей микрорайона. Поступают предложения о расширении сквера, строительстве спортивных площадок, прогулочных зон. Так как здесь проходит у нас очень много различных мероприятий, конечно же, площадка, существующая в настоящее время, не помещает всех желающих. И часто люди стоят прямо на газонах. Было вынесено решение, что будет рассмотрен вопрос о расширении вот этого проекта предварительного по реконструкции сквера с созданием площади возле Дома культуры Подмосковья. И это замечательно, здорово. Это поможет нам проводить мероприятия на более высоком уровне. Деталей предстоящей работы прибавляется немало. Это замена плитки, новые парковые диваны, озеленение, обновление линии уличного освещения. И это только начало для уточнений проекта. И поскольку еще есть время, мы должны посмотреть сами, обсудить это с жителями, спроектировать, утвердить у жителей. И после этого уже приступать к реализации. Растет и меняется микрорайон, меняется и его центр, как архитектурное и культурное ядро Пироговского. В округе продолжаются встречи с жителями в формате выездных комиссий. На очередном таком собрании общественники обсудили установку современного пандуса для инвалидов-колясочников. Два жителя с такой особенностью проживают в доме 1, корпус 1 по улице Фрунзе. Установить стационарный пандус не позволяет конструкция лестничного пролета. Требуются более технологичные решения. И они найдены. В одном из подъездов дома 1, корпус 1 по улице Фрунзе проживает два инвалида-колясочника. На протяжении многих лет они сталкиваются с одной и той же проблемой – спуск по лестнице. Есть складной пандус, но хрупкая женщина не может по нему спустить своего маломобильного мужа без посторонней помощи. Осенью заболел зуб у человека. МЧС вызывали, чтобы человека спустить. А обратно, когда мы приехали, позвонили, они сказали, мы будем заняты еще часов 5. И человек у меня под дождем с вырванным зубом сидел и мерз. Хорошо не заболел. Современных подъемников и пандусов множество, но далеко не все из них подходят для старых домов. Главное, чтобы эффективно было, чтобы человека мы могли поднять. Он поднять мог хотя бы с помощью одного человека, вот мамы его. По словам менеджера подрядной организации, производящей технические средства для маломобильных людей, конструкция подъезда не позволяет установить стационарный подъемник. На его взгляд, самое оптимальное решение – поставить так называемый ступенька-ход. Он представляет из себя небольшую тележку с гусеничным ходом, на которую колясочник закрепляется и спускается по ступеням за счет гусеничного привода. Вопрос требует тщательной проработки. Местные депутаты и члены общественной палаты взяли ситуацию на контроль. Мы сейчас ждем предложения от компании, которая приезжала, посмотрела конструкцию здания, сделала все необходимые замеры. Мы ждем от них коммерческого предложения по данной конкретной ситуации, какие варианты они предложат. Параллельно будем прорабатывать дополнительные какие-то варианты и искать пути решения. Это проблема всей советской застройки. Установить стационарный подъемник нельзя из-за узких лестничных пролетов. В Мытищах 256 инвалидов-колясочников, и большинство из них нуждаются в современных решениях для спуска по ступенькам. Но обеспечить каждого такими технологиями невозможно. Конечно, мы уже давно продалкиваем тему общественники, чтобы дать полномочия управляющим компаниям иметь в своем распоряжении такие ступенькоходы, чтобы можно было просто-напросто по заявкам выезжать и оказывать условия. Инфраструктура округа становится более доступной для маломобильных жителей. Каждый день от них поступают новые запросы и впереди еще много работы. Но главное, что сегодня эта тема в фокусе. Ведь если есть интерес, значит и решения тоже найдутся. Далее о новостях бизнеса. Скоро в Мытищах начнет работу новогодняя Мытищинская ярмарка. В этом году на ней откроется новый торговый квартал – Вещичка. В павильонах будет осуществляться продажа одежды для детей и взрослых – обуви, текстиля и других товаров. Представители окружной администрации и управления потреб рынка ознакомились с работой крупного торгового объекта. Встреча представителей администрации с руководством Мытищинской ярмарки начинается на новом месте. Мы практически за полгода проект реализовали. Мы задумали его в начале года, подготовились. О названии этого проекта – Вещичка. Генеральный директор Александр Нечипоренко утверждает, аналогов ему на севере Москвы и области нет. Здесь будут располагаться десятки торговых павильонов, работающих в формате современного аутлета, который сможет удовлетворить потребности большинства покупателей. Мы продолжаем, как мы говорили, знакомиться с объектами торговли, расположенной на территории городского округа, знакомиться как с руководителями, собственниками самой непосредственной территории. Возможно, какой-то проблематикой того или иного объекта. И начали именно с крупных торговых объектов. Построено 173 торговых павильона и предполагается, что будет создано как раз около 600 рабочих мест. На данный момент торговый квартал Вещичка заселяются продавцы. Частичное открытие планируется уже к середине декабря. Легкая транспортная и хорошая ценовая доступность сможет обеспечить высокий спрос в любое время года. Мы одна из старейших, а может даже самая старая площадка рыночного формата в московском регионе. Нам почти 30 лет. Мы успешно обновили и запустили два основных формата. Это продуктовый, оптовый, фермерский розничный рынок и строительный сектор, стройдвор Яуза. Было принято решение о том, что будем реализовывать проект, который мы можем вокруг наблюдать. Это торговый комплекс Вещичка, на котором будут представлены вещи, обувь, товары обихода, спорттовары, возможно. В рамках визита нового квартала Вещичка заместитель главы Павел Нуштаев и руководитель управления потребительского рынка и услуг Елена Подмаркова посетили и другие части Матичинской ярмарки. Представители власти обратили особое внимание на соблюдение всех норм и необходимых требований к объектам торговли. Здесь у них есть арендаторы, которые одни из самых, наверное, главных налогоплательщиков в том числе. Для Матич неплохие приносят нам налоги, за счет которых мы потом можем убирать снег и приводить наш город в порядок. Поэтому мы должны здесь в тесном, теснейшем взаимодействии. И говоря о современных реалиях, это один из основных наших помощников. Нашим ребятам, которые находятся в зоне специальной военной операции, сейчас мы собирали неоднократно гуманитарную помощь. И в первых рядах представители именно вот этой Матичинской ярмарки всегда находятся. Мониторинг средних и крупных объектов торговли в Матичах продолжится. Тему для следующего нашего сюжета нам подсказали сами телезрители. Соседи Сергея Мартинес-Орлова. Уже не первый раз он берет на воспитание огромных и взрослых собак, у которых была непростая судьба. Не каждый осмелится на такой шаг. Наша съемочная группа отправилась вместе с псом и хозяином на прогулку по Матичам и побывала у них в гостях. Материал Татьяны Горностаевой. Раннее утро для кого-то начинается с чашки ароматного кофе, а для Сергея – с прогулки с любимой собакой. Пять утра – это самое время пройтись по пустынным улочкам. Высокий статный хозяин и огромный лохматый черный пес. Такую картину видят каждый день жители дома на Станционной 5. Они и рассказали о том, что их сосед берет на воспитание больших собак со сложной судьбой, которых обычно боятся люди. Он сидел на цепи от таких недобросовестных хозяев, где-то под Липецком, по-моему. То есть фактически его хотели сделать цепным псом, охранником. Не получилось. Возможно, били его так, потому что он, когда рядом руку поднимаешь резко, он пугается. Лохматое чудо в интернете увидела супруга Сергея. Они приехали к женщине, у которой собака была на передержке. Взглянули в бездонные и грустные глаза. И уехали уже вместе. По мнению новых хозяев, кличка Ричи не подходила этой собаке. Но это же Рокки, сказал Сергей. Когда мы его брали, сказали, что это черный терьер. Но потом, когда мы пригляделись, он нам показался больше похож на Ризеншнауцера. Необычная двойная фамилия Мартинес Орлов досталась от родителей. Его отец был испанский политический эмигрант, который приехал в СССР после гражданской войны в Испании. Сейчас Сергей на пенсии. Большую часть своей жизни он работал учителем и директором школы. Воспитал не одно поколение юных дарований и несколько замечательных собак. С особой теплотой в сердце вспоминает маленького, но очень умного йоркширского терьера. Он был удивительно умный пёс. То есть он знал звонки и телефонов мобильных, у кого какие. Однажды он спас тёщу. Он прибежал и позвал её на кухню, где загорелся тройник. Сергей шутит, что ждал, когда собака заговорит. И признаётся, что всю жизнь везло с питомцами. Несколько лет назад в его семье появился огромный лохматый пёс Чуня, которому на тот момент было уже четыре года. Его спасли от голодной смерти, и он прожил ещё пять лет в любви и заботе. А сейчас и Рокки получает должный уход и правильное питание. Ну вот его вечерний рацион. Это вот, вот приблизительно вот так. То есть вот мисочка полная, не с горкой, но до краёв. На сухой и влажный корм для большой собаки и маленького кота в семье Сергея Мартинис-Орлова уходит приличная сумма – более 10 тысяч рублей в месяц. Для консерв есть даже специальный маленький холодильник на кухне. И вообще квартира Сергея больше похожа на музей. Здесь есть коллекция дисков, кукол, мишек, статуэток из разных стран. А главное – виниловые пластинки. Ну это одна из самых известных. Назад в СССР. Наш кот очень пугливый. И когда только слышишь, что звонит домофон или какой-то шум на лестнице, он сразу забирается под покрывало. Рыжий кот так и не попал в объектив телекамеры. Зато Рокки продемонстрировал все свои игрушки. По словам Сергея, видимо, у собаки не было счастливого щенячьего детства. Отсюда такое трепетное отношение к любимому бегемотику и мишке. Пойдем гулять? Пойдем, да? В прошлой жизни Рокки жил на конюшне, и хозяину кажется, что иногда он бегает не как собака, а как лошадь. Сергей, ну собачка-то у вас такая внушительных размеров. Как реагируют прохожие на нее? Ну по-разному реагируют. Вообще чаще все-таки по-доброму. Хотя есть определенные категории людей, которые, ну они, видимо, боятся вообще собак. Но я заметил, что черных собак боятся больше почему-то. Это с виду пес такой добрый и безобидный, но он может постоять за себя и защитить своего хозяина. История Сергея еще раз доказывает, что собака – самый преданный и верный друг, и спутник человека. 3 декабря во всем мире отмечают Международный день инвалидов. В преддверии этой особенной даты наша съемочная группа побывала на спортивной тренировке особенных ребят, которые занимаются в спортивной школе «Авангард». Вот уже более 10 лет в учреждении работает специальное направление для работы с детьми-инвалидами. Анна Смирнова продолжит. Каждую тренировку мама-подростка Матвея рядом. Оптимизм Оксаны Голунцовой поистине вдохновляет. Именно благодаря ему, особенно ребенок, заново научился ходить и даже встал на лыжи. В том году Матвей оказался в инвалидном кресле после удаления опухоли в мозге. Я думала, что Матвей уже не сможет ходить, но тем не менее. Мы вот в этом доме, кстати, в том году снимали квартиру специально. Да, и думали уже, ну что делать, и стали выходить в инвалидном кресле погулять к ребятам, к команде. Ну и практически из кресла Маша, наш тренер, говорит, давай поставим, попробуем. Ну и поставили, и поехал. Мы то на лыжах, то, значит, еще на чем-то. Я вот уже друзьям своим говорю, только бы реабилитацию на Луне не придумали, потому что придется лететь. Титанический труд родителей, особенных детей, сложно переоценить. Они верят в них и делают все, чтобы чадо чувствовали себя счастливо и полноценно. Но успехов бы не было без тренера школы «Авангард» Марии Жилиной, которая проводит спортивно-оздоровительные занятия для ребят с особенностями развития. Синдром Дауна, аутизм, генетические заболевания. Для данной группы мы рекомендуем лыжи, ОФП, игровые тренировки. То есть пытаемся охватить все виды спорта, чтобы развить детей, научить взаимодействовать между собой. Вот сегодня выпал снег, и мы решили, что мы начнем лыжный сезон. Первое отделение по адаптивным видам спорта в нашем округе открылось почти 10 лет назад. И именно в спортивной школе «Авангард». Сегодня развитию этого направления уделяется особое внимание. Катание на лыжах – одно из любимых занятий ребят. Уверена, на них ездит 11-летняя Ксюша. Алексей Кустаров – многодетный отец. Его особенные сыновья, Алеша и Гоша, стараются не пропускать ни одной тренировки. Когда у нас родился Алеша, мы потом подумали, что ему одному сложно будет. И тоже присмотрели из детского дома Георгия. Благодаря этим тренировкам, я думаю, что дети тоже найдут свое место в жизни. Мальчишки и девчонки занимаются круглогодично. По словам тренеров, самые любимые виды спорта – футбол и бег. Хотим поучаствовать в соревнованиях в Московской области, проводятся соревнования по специальной олимпиаде для ментальных инвалидов. И, в принципе, проводятся соревнования по лыжам, по легкой атлетике для таких детишек. Вот мы мечтаем, что большая часть из них сможет принять участие в них. И выиграть, да, Гош, за медалями? Мечты должны сбываться. С таким тренером, как Мария, ребята каждый день показывают отличный прогресс в развитии как физических, так и умственных способностей. У Нового года есть негласное правило – завершить все свои дела, накопившиеся за год до боя курантов. И начать новый с чистого листа. Жители нашего округа рассказали, что они хотят успеть сделать до главного зимнего праздника. Я бы хотела завершить список поставленных целей, которые я ставила себе на 23-й год. У меня осталось несколько пунктов, я бы хотела их завершить. Найти хорошую работу. Остальные цели уже выполнены. Наверное, первоначально – это купить подарки и не забыть ни про кого. Ну и какие-то, да, по работе какие-то цели, да, завершить проекты. Ремонт доделать. Но не доделаем. Не доделаем. В основное, это связано с моим родом деятельности, это помочь всем своим клиентам совершить сделки по покупке недвижимости перед Новым годом в новую квартиру. Это всегда приятно. Это что касается делового подхода. А что касается жизни, да, общей, то, наверное, успеть всех поздравить, просто повидаться со всеми теми людьми, с которыми ты хотел видеться в этом году. Да уже, наверное, все переделано. Надо строить новые планы на будущее. А так все есть, все хорошо. Дел не переделаешь, те, которые вот мы ставим, а вот состояние душевной теплоты, любви и в этом отдача себя как личности, я думаю, каждый из нас может успеть сделать. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что каждый день вместе с нами следите за городскими событиями. Берегите себя и помните, наша команда работает для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова